Приветствую всех на обзоре Wall Street Online. В пятницу по техническим причинам не получилось идти его провести, поэтому запись. По событиям, которые ждут нас на следующую неделю, по странам Великобритания в понедельник, 28 августа праздник, поэтому те, кто торгует на фунте, либо же торгуют акциями британских компаний, можно взять выходной. Вторник индекс доверия потребителей по штатам, там среда очень обширно насыщена будет по отчетам, это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. 15.15.15.30 ВВП по второму кварталу штата и запасы сырой нефти в 17.30, это 30 августа. Обязательно отметьте этот день, возможно, будет штормить немножко осторожнее. Значит, в четверг, 31 августа, Китай отчитывается по индексу деловой активности в производственном секторе, количество безработных в Германии в 11.00, тоже важный отчет, и в индекс потребительских цен по евросектору ВВП Канады за июнь и в индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в Штатах, 17.00, 31 августа. В пятницу знаменательный день, день знаний, день образования, это 1 сентября, и заканчивается лето, в общем, друзья, так что следующую неделю попробуйте по максимуму насладиться, в общем, последними деньгами летними. В пятницу праздник в Сингапуре, Китай, индекс деловой активности в производственном секторе, Германия, точно этот же индекс отчет, Британия по такому же индексу отчитывается чуть попозже в 11.30. Изменение числа занятых в несихвязательном секторе и уровень безработицы вместе с индексом деловой активности в производственном секторе отчитываются 1 сентября, друзья мои, на секундочку, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки, сайт с отсюда. Значит, среда, по важным дням я имею в виду, среда, четверг и пятница на следующей неделе будут максимально осторожными, будут очень пошла там интересные отчеты, Jobless Claims, Employment и GDP вместе с Петролиум. Первые два дня можно системно поработать, ну и в принципе уже пора заканчивать торговлю на сентябряном контракте, осталось буквально три недели. Они, возможно, будут такими нестандартными и не системными, поэтому в конце, перед экспирацией, в основном сбрасывают позиции. И можно немножко потерять за счет того, что рынок менее предсказуем, из-за менее активной деятельности в инвестировании, в основном будет идти фиксация позиции. Итак, начнем с РТС. По текущему контракту у нас топ цена 106, 300 и, как видим, раз, два, три, четыре, пять, шесть торговых сессий подряд, без коррекции, идут на покупку. Здесь еще добавим по открытому интересу. Три последних дня идет прирост позиций и пять последних дней, ну, грубо говоря, вся эта неделя, в основном идут агрессоры на покупку. Достаточно такое взрывоопасное сочетание открытого интереса и дельты. Ну, и отметим ядро текущего контракта уже 102, 500 по 104. Это основной коридор 101, 300 по 102 уровень поддержки. В случае, если будет на следующей неделе, возможно, через неделю, если будет коррекционный момент, то это блокпост, который на проверку будет для байеров. Ну, собственно, шесть дней, да, шесть дней роста, будет ли седьмой, восьмой подряд день на покупку, это уже менее предсказуемая, менее вероятная активность. Поэтому учтите тот факт, что мы только прошли максимум 105, 104,8 и по объему немножко слабовато. Это расширение, то есть открытые позиции есть, но, собственно, по обороту очень-очень низко. Это фактически минимальная неделя за этот контракт по активности, даже в сравнении, там, в начале контракта по 700 оборот был, по 600. Ну, коррекционный момент после этого движения вполне будет предсказуемое событие. Учтите этот момент. Сбербанк, Сбербанк просто лидер, просто вот невероятно упорный рост и тут похоже, что не последняя тенденция, ликвидность последние три дня наоборот прибавилась. По дельте идут отчетливо байеры и, как видите, весь коридор с 175,8 по 178,4, прямо усеян дисбалансом на покупку. Базовый коридор лучше взять 170, 174, это за текущий квартал коридоров number one. Поддержка 165, 167, также вторая по значимости. И тут раз, два, три, четыре, пять сессий на покупку идут. Сбербанк показывал и больше движения, но учитывая тот факт, что за лето это достаточно неплохой тренд и стремительно идут очень просто вертикально на 180. Вторую, в принципе, неплохо, но проверим по этому коридору, будет уже понятно. Если здесь будет очень агрессивно удерживать байеры коридор 176 по 178, соответственно, динамика может сохраниться. Будут ли резкие сбросы позиций перед сентябрем? Посмотрим, пока идут достаточно уверенно и агрессивно. То есть, ликвидность есть на пробитии 176 была. То есть, если бы ее не было, она была подозрительная эта активность. То есть, есть кэш, который расширяет коридор по Сберу. Соответственно, основные коридоры здесь указаны. В основном поддержки одни. И ключевой диапазон 170-174. Это вот ядро. Мы его отметим. Значит, теперь у нас Газпром. По Газпрому пока еще тот диапазон, который мы отмечали 115,5-116 пока еще удерживают. Как видите, объем, который был 12 миллионов в начале лета, это был ключевой стартовый объем на динамику роста до середины июля. И пока с этим уровнем достаточно жестко считаются. Поэтому учтем его. И даже можно добавить сюда коридор 115,5 в дополнении к этому по 116,7. В общем, 3 дня пошел рост. Хоть он и без особого агрессора, но ликвидность хотя бы прибавилась, в отличие от предыдущих нескольких недель. Ну, сравниться с вот этой активностью, это редко, но это хороший просто триггер на вход. Тут бесспорно, по дешевке кто-то по 112, по 114 скупил. Сберб и важный коридор это 118 с копейками, более точно 118, sorry, по 120. Это основной коридор, где работают участники рынка, наиболее востребованные. Соответственно, если мы зайдем на следующей неделе в этот коридор, вполне есть шансы, что попытки пробить 120 уже через неделю, через две вполне могут быть. Ну, дай бог. В общем, ну, дельта пока вот слабенькая. То есть, вот этот маневр до 118 есть небольшая дельта, но она достаточно сомнительного характера. Идем дальше. Рубль. По рублю интересная ситуация. Мы тестим 100, вернее 100. Чур. 58, 59 и 58 уже 850. С этого массива, которого сформировался на 59, 360 по 59, 500 возьмем пока в качестве сопротивления. И спот, который мы сейчас тоже рассмотрим, это будет подтверждать. То есть, там действительно были дельты на шорт. 60, 100 по 60, 900. Основной массив текущего контракта. Обратите внимание, что объем на движение текущей сессии в пятницу был достаточно неплохой. Открытый интерес также в этот день был не пиковый, но позиции открывали. Агрессор был на продажу. Предыдущие две сессии были на покупку, но там в основном фиксировались. Не глобально, но такие фиксации были. И 58, 600 по 58, 940. Это массив еще старта контракта. То есть, отсюда начался новый контракт. Это будет гиперважным уровнем. Пробитие данного диапазона. Открывает двери. То есть, это реверс сентябрьского контракта. Полностью развернулся маркет. Достаточно жестко. Стояли между 60 и 61 и долго. И вполне может быть, что динамика продлится. Но главное, чтобы прошли 58, 600. Теперь на спот. А вот, собственно, и сам спот. Здесь у нас идет объем. В течение недели был абсолютно пониженный. То есть, самым минимальным в этом квартале. И следующая остановка, если будет сильнейший тренд на снижение, у нас уже на 56,6-57. Тут достаточно неплохие массивы. Промежуточный второго ранга. Диапазон 57,45 по 57,75. Здесь 2,5 сессии формировали. Старт на покупку. И пробит уровень 58,7-58,8. Ключевой контрольный. Ну, как пробит его? Протестили. В понедельник, если продолжить динамику, которую взяли в пятницу, в принципе, можно было бы сказать, что пробили. Так как дельта, ну, хоть и 35 тонн, но она все-таки на споте была. Вот, 35 тонн. И давайте взглянем, где они там распределились. Значит, 154 в... 117, 211 и... 474, 700. Это на покупку. Ну, основная часть, вот, дисбаланса пришлась на вот эту... в этот диапазон 58,58,8. Соответственно, если понедельник-вторник этот уровень не будут даже пробовать тестить, вполне будет неплохой и сигнал, и, в принципе, как уровень на сопротивление, тактически можно будет попробовать прощупать продажи. Посмотрите, где ВВП. Немножко мы отклонились от средневзвешенной, 59,8. Инвесторы это учитывают, поэтому не исключено, что может быть такой же резкий возврат обратно до 59,3. В случае, если 58,8 не будут атаковать, соответственно, можно продолжить движение. Почему бы и нет? Евро. На Евро тоже коварный маневр, и по открытому интересу, как видите, позиции только 22 числа были на открытии. Открытие здесь начали потихонечку фиксировать, вы увидите, да? И к концу недели, в общем, было уже минимальное значение относительно недели. Не минимальный за контракт, но 449, пиковое было 455. То есть немножко сбросили. Этот маневр на рост был на абсолютно нулевой дельте, на покупку. То есть там ничего существенного, ничего важного. Единственное, что было, это ликвидность, оборот, самый топовый за неделю, 200-300 на 1000 контрактов. Собственно, вот такие объемы были. И, в принципе, вся часть, вот 7 тонн против 5, 8 против 9. И тут, по сути, даже зацепиться не за что. В общем, такое культурное распределение, дельта нулевая, соответственно, здесь даже смотреть ничего. То есть каких-то сильных перевесов не видно. То есть тестируют, возможно, 195-ю в последний раз. Если будет понедельник, вторник, резкий возврат обратно на 118-ю, это будет достаточно предсказуемо. Ядро контракта 172 по 182. Следующая поддержка у нас идет в районе 166-169. Ну, а дальше уже посмотрим, как будут развиваться события. Фунт. На фунте достаточно тоже коварный маневр. По объему, смотрите, немножко падает ликвидность относительно всего контракта. Были и нас 3328-й, и минимум у нас 263-я. По сути, 28-я отметка была достигнута, и это за счет быстрого снижения буквально за 3 недели. На этой неделе был по большей степени флэт, сползающий, нисходящий маневр. Ликвидность держалась в рамках рабочего, в принципе, ликвидности без каких-то нормальных отклонений ни на рост, ни на снижение. Позиции открывали последние 3 сессии. Это пятница, четверг, среда. Как раз вот этот маневр на рост сопровождался открытием новых позиций почти все 4 дня из 5. не почти, а все 4 были на покупке. Соответственно, берем поддержку, которая явно выделяется среди 5 сессий. Это 2805-2835, и останется лишь пробить сопротивление 2905-2925, соответственно, даст выход на 1.3. Там же будет сопротивление в районе 1.3-2.995. Соответственно, поддержка в районе 2805-2835 вполне может быть неплохой точкой для старта небольшого восходящего движения, хотя бы откорректируется относительно вот этого трехнедельного падения. И по объему более-менее ровно, то есть есть объем, есть открытый интерес, есть дельта, в принципе, достаточно неплохо. Плюс открытый, вернее, EWP, пик раз 2995, по сути, есть запас кода, и мат ожидания также имеется. Идем дальше. Напомню, что есть еще индекс доллара, мы его иногда просматриваем. Так вот, на индексе доллара, ну, зеркально, как с евриком, самая, одна из крупных сессий на этом контракте. 48 был рекорд, 44 было в пятницу. И ядро также пока без существенных изменений, но мы его фиксируем. 93.6 по 93.15 Здесь топ. И пробили диапазон этой поддержки. Уже последний блокпост был пройден. 92.9 Фиксируем. Вот, прошли. Обратите внимание, что, по сути, неделя закрылась на самом минимуме и дельта была на шорт открытый интерес. Два последних дня как раз прибавлял свои значения и были три сессии подряд на продажу. То есть, первая половина была не особо определенно, а вот последние три сессии в основном были шорты и позиции только открывали. Соответственно, в дальнейшее расширение либо будет понедельник флэт висеть в районе минимума, заманивая всех на покупку и кого-то на продажу, тем самым получив свои встречные ордера, крупный участник, если 92.7, 92.9 так и не будет преодолен со стороны байеров, это будет говорить о их слабости и снижение было бы неплохо. тенденция и технический анализ только за эту активность. Флэт в понедельник, вторник тестируют и в среду под все новости Америки уходим вполне в разумный сценарий. В противном случае, как только проходит этот коридор, сценарий на шорт лучше пока повременить либо же уже искать точки входа в районе ядра контракта CL Итак, склейка контрактов по последней активности смотрим на ликвидность вначале немножко пониженные объемы были здесь прям видно даже относительно всего лета по открытому интересу также буквально понедельник вторник еще были прибавления в позициях а вот последние два дня четверг пятница немножко сбросили но несущественно то есть не критично по дельте у нас присутствуют покупки в пятницу 13 тонн и фактически столько же сколько было дельта в четверг то есть компенсируют друг друга но волатильность у них достаточно разная как собственно и ликвидность соответственно у нас есть вполне в расчетах в четверг неплохой коридор по сопротивлению 48 и 2 48 если понедельник его будет не в силах пройти хоть тут усеяно просто байерами на самом максимуме пятницы им им нужно как минимум удерживать свою активность в районе 47 5 47 7 дальше атакуют они 48 и вырываются уже за сопротивление 48 45 49 уже будет не за горами в противном случае если уходит пятница ниже своих цен и для уже такого более уверенного подтверждения 47 25 уже последний такой проверочный уровень ну здесь идет сужение соответственно скоро наступит дисбаланс несомнительно и в среду как раз петролиум так что понедельник вторник на раскачку могут сделать по высоте в районе доллара ну грубо говоря как вторник копия понедельник вторник и среда просто мчится в неплохом движении если будет такой отчет удивительный плюс шторм торнадо который создает проблему и для нефтяных платформ ну и собственно отличный повод раздуть какие-то опасения либо же еще слухи ну в общем мы мы их услышали но в любом случае выводы делать нужно самостоятельно и внимательно посмотрим что на бренд здесь ликвидность идет все ниже ниже давайте поменяем контракт посмотрим что там у нас по декабрю ноябрь наверное не очень а вот декабрь будет кстати тут у нас ликвидность выросла до 87 декабрь уже должен быть побольше нет 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 итак по ноябрьскому у нас идет прирост ликвидности обратите внимание как под эти все опасения и предстоящие новости прям ровненько идут волатильно просто в треугольнике и по открытому интересу также идет прирост позиций в начале контракта это закономерность предсказуемая единственное что вызывает сомнения это вот 23-24 было 2 сессии нулевая дельта и вполне нас ждет предсказуемый выход с данного коридора но возьмем вот эти 2 сессии которые были на хорошем объеме достаточно и открыт интерес то есть байеры которые здесь заходили пока еще коридор удерживается возьмем поддержку 50.4 50.95 это вот поддержка ближайшая а сопротивление нас ожидает ну не ранее чем 52.45 то есть здесь по сути даже без гиперобъемного анализа там идут психологические уровни за 53 смельчаки будут уже покупать либо будут на это хорошие сильные причины собственно почему бы нет когда там платформа нефтяная в опасности вполне для этого неплохие информационные триггеры ну и ядро для ориентира 51.8 52.45 собственно в середине коридора лучше быть нейтральным по сделкам золота аккумуляция платформа просто как говорят трейдеры плита 12.90 очень жуткий флет несколько недель и скрыть интерес последнего дня прямо удивил с учетом модера это только наверно золоте бывает такие обратить внимание как стоит вся неделя по золоту просто плотненько выбрасывают тех и других по очереди постепенно сужается амплитуда и потом выносят обе команды просто вот жутко 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 похоже активность уже была сейчас помню где там ну эта неделя не исключение тут прям выносили тех и других но без такого прям уже наверняка как говорится соответственно хоть и закрываются выше данного коридора 12.90 95.5 будьте внимательны дельта на покупку открытый интерес идет на увеличение по ликвидности пятница как раз топовая за декабрьский контракт вот буквально еще есть сопротивление которое пока еще не пробили но как только так сразу это 12.99 и 13.01 в принципе фундаментально перед новогодними праздниками я думаю чуть раньше чем за неделю я думаю они в закупке идут уже в конце лета в сентябре закупка извините не тот уровень выделил можно ставить поддержку золото на ювелирку украшения ну в общем предпраздничные закупки вполне резонно почему идет небольшой прирост а к новому году можно откорректироваться в районе октября ноября и там же опять под новогодние праздники идти на увеличение по стоимости ну посмотрим в принципе держится пока выше ядра останется только проверить 1308 вернее 06 и если будут удерживать несколько дней на следующей неделе и даже нефть не упадет выше 90-95 потенциально могут выйти выше и S&P напоследок и так у нас увеличивается волатильность слава богу то есть тут при таком флете который был в середине вернее вторую половину июля начала августа торговать сложно всем от скальпера до среднесрочника позиционщика тут страдают все за счет того что цена практически не маневрирует и сложнее работать внутри сессии очень легко можно попасть на безубыток выбивают и несколько раз возвращаются на контрольные точки то есть это но подарок который был по S&P это формация выбора стопорей то есть модель снятия стопиков 808 08 08 просто amazing как говорится потом возврат и ядро тестируют этот маневр S&P это его классические прощания то есть вот такой тут за 2-3 дня можно было догадаться что происходит объемы падают то есть идет вроде бы рост но рост без объема это не не дело и такое же приятное как и 9 и 11 числа маневр на снижение до ядра контракта оно таки осталось 24 более точно 24.21 по 36 и поддержка 24.25 ближайшие 24.30 ценушка на 24.42 ликвидность идет системно ровная то есть без каких-либо резких маневров соответственно здесь пока в ожидании видно что в процессе в режиме подтверждения какой-то информации 3 дня из 5 были шорты и вполне понятно почему открытые позиции увеличиваются как раз вот уже к концу недели здесь шорты среда шорты вторник были покупки последние и затем у нас 3 дня на продажу уровни сопротивления пока удержаны это 24.51 следующий 24.58 ну и идет потом широкий коридор вот этой всей плиты давайте посмотрим на 15 минут на таймфрейме специально чуть раньше выделил уровни поддержка отрывает 4.38 24.40 3 дня 3 дня удерживают следа четверг пятница никто не ушел ниже здесь достаточно четливо видно поддержка и на уровнях и по ликвидности поливогистограмме единственное единственное здесь очень очень опасный тип модели как вы видите такая можно назвать м-образная то есть волатильность знак макдональдса можно сказать вот причем два последних импульса как раз были на шортах и могут уйти ниже 24.38 в случае если пробивает этот коридор уже с покупками будьте внимательны очень очень внимательны но 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 еще нужно пробить коридор пока его не пробили потенциально можно присматриваться к возврату на 24.50 и дальнейшей активности на рост то есть это номер один поддержка смотрим внимательно следим если будут удерживать можно действовать в противном случае если здесь не будет особой поддержки страны байеров возможно коррекционный момент потом на три четверки они любят эту цифру в этом контракте и ядро все сделается себе если посмотреть на конкретно американские сессии можно заметить кое-что интересное фактически три дня чуть-чуть с небольшим отклонением стояли просто в одном коридоре вот этот массив они торгуют три американских сессии подряд европа пытается идти на рост практически вот через день через два здесь рост европа делает пытаются даже на открытии во вторник америка потом помогла и единственное да вот 23 числа у них такие были сомнения на следующий день они сразу же отыгрались то есть европа пытается прям с открытия уходить наверх америка из сессии всех буквально вот единственный понедельник был коварный а так все три дня из пяти были на покупку закрывались они все практически кроме следы в районе коридора дня то есть не ниже единственное вот у нас пятница немножко коварненько так себя ведет здесь был маневр на шорт и закрываются ниже ядра пятницы соответственно осталось пробить ядро четверга и тут же сразу же плотно поддержка идет дальнейшие уровни где может быть поддержка это повторно еще прийти на понедельник но я думаю что под конец контракта ставить стратегические цели и открывать позиции на рост на максимуме контракта в конце контракта это будет уже лишнее лучше подбить итоги подготовиться к новому контракту немало важному это осень это бизнес сезон там может быть все что угодно плюс это осень это много праздников это много разных бизнес и экономических событий спасибо что посмотрели запись если вам все-таки помогла и нравится контент просто поставьте лайк и вам хороших выходных хороших последних летних деньков всего наилучшего до свидания пока